А вы не задумывались, почему нельзя сделать пигменты для перманентного макияжа, ну и для татуировки, наверное, дома? Причин для этого три. Первая причина – вы не можете обеспечить дома или в вашей подсобке санитарию нормальную. Вторая причина – это у вас нет нормальных инструментов для того, чтобы сделать все по технологии. И три – у вас нет знаний самой технологии. Но мы постараемся сегодня, находясь на производстве MePigments, сделать максимально рабочий микс, используя сухие ингредиенты. Как будто мы дома? Как будто мы дома. Итак, что у нас есть? У нас есть вот такие обычные ювелирные весы. У нас есть пластиковые ложечки, есть какие-то ложечки для дозировки пигментов, есть палочки-мешалочки и есть пипеточки для того, чтобы капельно добавлять. Также есть бумага, специальная лопаточка для оценки, как правильно сказать? Вязкости. ДПГ, что такое? ДПГ. Что такое ДПГ, девочки? ДПГ. ПВП. АП что такое? Пулевинила пиролидосно-поцерин. Четыре. Что такое ТПФ? ТПФ. Тринат-полифосфат. 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 А зачем нам дали? Что с ним делать? Не, ну это уже серьезно. Не, не. Давай уберем. Тринат-полифосфат. Ты же, ну что, они не знают, потому что мы с тобой не знаем. У нас химики нам напихали то, что не купишь, что это уже вещи, которые не считаются. Дома такого не будет. А, да, у нас есть ватные диски и ватные палочки. И у нас есть сухие порошки, оксиды железа разных цветов. Сажа черная. Я сделала это. Не надо было этого делать. Все аккуратно, аккуратно. Сажа, она просто как... Извините, но я думаю, еще у меня все время на видео все с меня удивляются, что у меня такие ногти, потому что я все время на производстве... Тайм-аут, иди мойся. Сейчас мы будем мешать минералы. Мы начнем с них, потому что теоретически у нас минералы можно смешать, но они будут не очень хорошо держаться, но мы попробуем. Для этого мы берем стаканчик с водой. Девочки, какой рецепт минералов у нас? Сам догадайся. Ладно, хорошо. У тебя что, химики дома, что ли? Вот, все. Не-не-не, он сам должен догадаться. Смысл в этом же? Гугли, там вот это все делать. Так, ладно. Смотри, я предлагаю. Подожди, подожди. Надо использовать нейросетик. Мы обратимся к чату GPT и попросим составить рецепт минералов. У меня есть минеральный пигмент черный, минеральный пигмент желтый, минеральный пигмент красный и минеральный пигмент коричневый. У меня есть ДПГ, глицерин, экстракт гомомелиса, вода и ПВП. Составь мне, пожалуйста, рецепт пигментов для перманентного макияжа, который я могу изготовить дома. Все, смотрим, что он делает. Минеральный пигмент черный, полграмма. Минеральный пигмент желтый, полграмма. Знаешь, что мне интересно? Вот я сыплю. Я всегда мечтала играть. Это как продавца в детстве. Ты же тоже сыпал песочек на весы? Да, да, да. 0,54. Ну ладно, давай дальше. А дальше у меня красный. Есть у нас красный? Красный, полграмма тоже. Вот как сейчас, если я лишь сыпану? Ничего страшного, снимай. Все, хорош, хорош, хорош. Примерно, да, есть один-один. Теперь минеральный пигмент коричневый, тоже полграмма. Он нормально. Глаз-алмаз, смотри, есть. Это у нас черный пришел. Еще? Есть. Отлично. Все время чуть-чуть немножко разное количество. Ничего страшного. Все, отлично. По полграмма мы насыпали. Дальше. Стеклянная палочка для перемешивания, чистая стеклянная емкость для смешивания, мерные ложки, микровесы, пипетки, чистые флаконы для хранения готового пигмента нам не нужны. Окей. Ты должна смешать палочки. Сухие? Да, сухие, да, да, смешиваются. Смешивай. Все, я перемешала. Дальше. В отдельной емкости смешайте дипропиленгликоль и глицерин. Эти ингредиенты, а в какой консистенции? Один к одному, наверное. Сейчас, подожди. В какой пропорции смешать ДПГ и глицерин? Три к двум. Три ДПГ? Три. Три ДПГ и два глицерина. Она, вот это количество, три чего? Миллиграмма, миллилитра, литра. Если вы хотите освоить нейросети, у нас есть клуб мастеров перманентного макияжа, и там мы рассказываем, как пользоваться огромной палитрой нейросетей, которые сейчас доступны. Вы можете написать прямо сейчас клуб в комментариях, и вам в личку придет информация подробно. Нейросети освоить, это важный момент. Можно даже пигменты дома делать, прикол. Так, смотрим дальше. Если у вас 2 грамма сухой смеси, 6 миллилитров ДПГ, а вот у тебя пипетка же есть смертная, видишь? 6 миллилитров ДПГ и 4 миллилитра глицерина. ДПГ. Вот глицерин. ДПГ. 6 миллилитров ДПГ. Два. Оно какое-то густое, да? Да. Еще два. И 4 миллилитра глицерина. Густой такой, слышишь? Да, смешай палочкой. Нанесите так, так, так. Смешивание. Так, так, так. Постепенно добавьте экстракт гомомелиса. Сколько? Блин. Сколько добавлять остальных ингредиентов, как экстракт гомомелиса и ПВП? 0,5 миллилитров гомомелиса и 0,3 грамма ПВП. И 0,5 миллилитров ПВП. 0,3. Ай-яй. Ты уже залез, ты, 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 ты и спать к гомомелису вообще. Ничего страшного, ничего страшного. Это дома, домашняя лаборатория. Дома можно. Постепенно добавляйте ингредиенты в жидкую смесь. Тщательно перемешивайте, чтобы избежать комков и получить однообразную. Продолжайте смешивать до тех пор, пока смесь не станет полностью однородной. Все, смешать порошком? Да, перезалейте смесь в готовые чистые флаконы. Да, смешиваем. Нет-нет, подожди секунду. Постепенно добавьте экстракт гомомелиса, так, добавьте дистиллированную воду. Да, сколько дистиллированной воды? Сколько дистиллированной воды добавить? 5-7 миллилитров дистиллированной воды. 5-7. Нормально у него разбежка. 4. Надо было бы записать все это, да? Там у меня же есть уже 5. Есть. Посмотри, я как Юлия Высоцкая на кухне. Я вижу, что там такие разводики, оно как будто не смешивается. Да пойдет. Теперь досыпаем пигмент. Слышишь, у нас вот здесь... Нет, мы туда должны жидкость вывести. Нет-нет-нет. Смотри еще раз, инструкция. Ты когда-нибудь сухое молоко разводил? Я миллион раз. Если ты насыпешь молоком жидкость, то оно комком сойдется, и ты его не разбавишь. Будешь потом растирать полгода. А если налезлить туда немножко, растереть и потом добавить остальное, то будет нормально. Постепенно добавляйте минеральные пигменты в жидкую смесь. Тщательно перемешивайте. Будешь постепенно смешивать, чтобы не образовывалась комочка. Так себе выглядит. И что, дальше все? Все перетирать, да, все. Продолжайте перемешивать до тех пор, пока смесь не станет полностью однородной. Перелейте готовную смесь в чистые флаконы. Все. Давай растяжку сделаем. Давай. Ну, я думаю, что можно сделать очень даже. Смотри, видишь, на дне куча каких-то комков. Вот оно видно становится. Есть набор в лаборатории. Мы каждую партию храним отдельно для того, чтобы в случае, если что-то пойдет не так, мы ее достали и посмотрели, действительно ли мы виноваты или уже что-то не то пошло со стороны клиента. Это, например, каштан у нас, минеральный пигмент. Мы сейчас сравним. А вот это, кстати, гибрид. Тоже каштан. Гибриды мы тоже сегодня будем делать. И мы сравним на растяжке, как он выглядит. Погнали. Уже я капаю. Да, капай. Такая капля огромная. Ну, а жидкая потому что. Давай с сухой стороны. Не растягивается вообще. Мокрое растение. Это вот сухая палочка. То же самое. мокрое сделаем. Ну, вот она пустая становится. Теперь наши минералы. Смотрим. Капчик. Капля раз. Капля должна быть похожа по размеру. Так, сухая сторона. Вот это и разница видна, да? И то же самое. Да. Вот две растяжки, которые получились. Я думаю, что при слепом тестировании вы точно скажете, что это лучше, чем это. Наш опыт показал, что изготовить качественные пигменты дома, минеральные, невозможно. Что насчет гибридов? Вы знаете, что есть минеральные пигменты и гибриды. Гибриды готовятся немного по-другому. Там используются другие красители, они органические. То есть будем сейчас готовить гибриды. У нас здесь уже тестовая партия гибридов сварена. Для сравнения. Для сравнения, да? Для сравнения из сухого сырья. Мы можем их растянуть потом и сравнить, как это будет. Единственное, на что обратить внимание, карбон-блэк бывает в двух видах. Первый – это уже диспергированный жидкий, то есть смешанный. Нет, он на самом деле к нам приходит в виде пасты. А, в виде пасты. Он в виде пасты. Такой густой, как зубная паста. Но это тоже сложно. Его на самом деле путем сложных манипуляций делают более жидким, потому что им невозможно работать. Вот это он сейчас. Можно, кстати, и пасту показать. И есть сухой карбон. А, это сухой карбон. Если на него посмотреть, главное его не рассыпать, потому что это жуть. Это жуть. Это просто сажа, очень мелкая, невероятно мелкие частицы. Итак, давайте для начала попытаемся смешать карбон-блэк обычный в черный. Смотрите, как он ведет себя интересно. Хотя это суперкрасящее вещество, карбон, но он не смешивается. Так интересно, как будто разводы топливные на поверхности. Как будто, знаешь, чай, когда пьешь, а там высокоминерализированная вода. Он вообще никакой. А карбон-то на самом деле эггэй. Короче, растворить нам его в воде не получится. Поэтому мы возьмем уже растворенную, диспергированную пасту. Не знаю, где вы ее возьмете. Но представим, что мы разлили, рассыпали все ингредиенты, рассыпали по маленьким пузыречкам. И говорим, прямо перед процедурой вы можете раз-раз-раз быстро помешать, и готовый пигмент. Да? Не знаю, у тебя еще органика вот эта, она тоже очень сложно расстоит. Так, сейчас мы будем колдовать. Ну, давай так же сделаем, как с минералом. Он на глазок причем. Подожди, подожди. Короче, вы поняли. У меня есть краска органическая, желтая, оранжевая, красная и карбон-блэк. И минеральные пигменты, черный, красный, желтый. А также ПВП, ДПГ, глицерин, экстрагомомелиса и вода. Мне нужно сделать гибридные пигменты для перманентного макияжа. Дай мне описание процесса и технологий. Так, смешайте органические пигменты с небольшим количеством ПВП и воды. Для каждого пигмента может понадобиться своя полуция воды в зависимости от его природы. Обычно один к одному. Один к одному и одному. ПВП и вода один к одному и одному. Поняла? То есть пигмент... Ты понял, что тебе каждый цвет надо отдельно мешать? Красненький, давай сделаем. Давай, красные губы. Давай, пусть это будет, как сбросить. Сколько насыплю? Это один грамм. Ну, один грамм, все. Это у нас глицерин. Немножко. Пять грамм. Четыре грамма глицерина пойдет. А что? Это ДПГ. Там сколько? Используйте шаровую мельницу или ультразвуковой диспергатор. Ты загнул. Я хочу смешивать дома, не в лаборатории. Так, все, да? Смотри, что. И водой. Воды вода должна быть? Вода должна быть? Да. Да. Так, на глазок. Он завис. Когда, на момент, когда я сказал сделать дома, он завис. Короче, шансов нет. Органические пигменты. Размешать вручную, это невозможно. Вот посмотрите на это ужас. Нужно специальное, очень высокоскоростное оборудование, куча всяких припомбасов, мельниц и так далее. И если люди производят действительно пигменты у себя в лаборатории, то они будут гордо показывать все это. Как мы сейчас. Да, мы у себя в лаборатории. А если это просто взятые, купленные, готовые пигменты, которые из больших банок разливают в маленькие, тогда человек не показывает. Потому что ему нечем хвалиться и показать ему нечего, правильно? В кустарных условиях невозможно создать пигменты. Все, вот мы это вам сегодня доказали абсолютно. Все куски какие-то, агломераты, ничего не размешанное, цвет не раскрытый вообще. А мы много раз показывали, как меняется цвет от мельницы, например, сам оттенок пигмента. Поэтому шаровую мельницу мы сейчас запускать не будем. Не будем там, они работают. А что они там делают, кстати? Пошли посмотрим. У них эксперимент. Пошли. Рассказывай, что здесь произошло? Катастрофа. Что произошло? Факап. Расскажите про факапы. Это очень интересно. Крис, расскажешь? Это наши разработки. То есть каждый раз, каждый день они занимаются разработками. Мы платим им зарплаты, мы выделяем материалы, выделяем оборудование. Они экспериментируют. Это нормально. Мы подобрали разбавитель и необходимо было суспензию отправить для измельчения в бисерную мельницу. Суспензия была жидкая. И, соответственно, после прохождения барабана с шариками, где происходит непосредственно измельчение, все забилось. Почему? Предположительно. Потому что настолько все измельчилось, что из барабана масса вот эта, она не может вернуться. Как из жидкого оно стало густым? Получается, что оно взбилось в крем такой. Вот барабан, да, где вот эти шарики непосредственно, да, вот мы их видим. А суспензия попадает туда, сильно измельчается, и она оттуда выйти не может, потому что очень сильно измельчилось. Хорошо, окей. Я к чему говорю? Ну, получается так. Вот этим делом каждый день девочки занимаются на протяжении уже нескольких лет. Мы оплачиваем весь этот праздник, их эксперименты. И когда, знаете почему? Мы оказываемся не в равных условиях с другими людьми, которые берут тату-миксы, смешивают их. У нас производство, лучшие в мире пигменты и все такое. А мы в это время закидываем в топку кучу денег для того, чтобы происходили вот такого рода факапы, и люди учились и что-то делали для того, чтобы мы могли предложить вам действительно что-то новое и инновационное. Поэтому хотите нас поддержать? Pigmentshop.com. Мы рады будем вас там видеть.